Блин, что-то не получается, а точно, я же сегодня уже сходил. Вот я склерозный алкаш. А ну-ка скажи мяу-мяу. В песне поется как он в лесу детей нарезал на кубики, потом из этих кубиков делал варенье и раздавал другим детям. Девушки отдыхают. В соседнем селе находится, а в каком именно я уже не помню из-за того ебаного самогона. Ну и ладно, буду кататься по всем окрестным селам в поисках мяукающей коровы. Как говорит мой батя, перед важным событием нужно обязательно поокезать. Блин, что-то не получается, а точно, я же сегодня уже сходил. Вот я склерозный алкаш. Поедем в малиновку наверное сначала. Там же вроде какая-то бабка коровница жрет. Хотя, не, наверное лучше сначала в сторону железной дороги поехать. Чёрт, снес забор. Как бляха-муха на этом сраном мосту развернуться, чтоб в речку не ебнул. Осталось окончательно в речку свалиться и поздороваться с окунем каким-то или акулой. Один раз я в состоянии опьянения видел в этой реке акулу, поэтому не стоит расслабляться. Слава тебе господи я как-то выбрался из той ситуации. А кстати, по поводу малиновки ошибочка. Я же сам в малиновке живу, а то соседнее село, в которое я хотел сначала поехать, называется как-то по-другому. Вот что с человек делает самогон деда Афанасия. Со вчерашнего дня всё забываю. Это пипец. Когда езжу по такой заснеженной лесной дороге, сразу вспоминаю песню про одного педофила из Сибири. В песне поётся как он в лесу детей нарезал на кубики, потом из этих кубиков делал варенье и раздавал другим детям. Стоп, или мне эта песня приснилась. А, это ж сегодняшний сон. Ладно, забыли. Я заехал в посёлок городского типа Ягодная. Хотя логичнее было его называть не Ягодная, а Зоофилина. Помню просто как бабушка рассказывала, что в этом населённом пункте в 90-х прилетела НЛО и высадила около 20 гиперактивных зоофилов. Дальнейшая судьба неизвестна, но здесь до сих пор проживают человекообразные животных. Поэтому кто его знает, но видите ли такая вот деревенская легенда существует. А я сейчас пройдусь немного по посёлку, поищу ту самую корову. Кстати, может корова как раз так и начала мяукать из-за зоофилов? Интересно, но корову жалко, если это правда. Здравствуйте, вы не видели зоофилов? Тьфу, вернее мяукающую корову. Мужик подожди, дай поговорить с человеком. Его вчера жена чуть в уличный сортир не выкинула, нужно разобраться. Ладно, понял, я не вовремя. Да уж, депрессивный посёлочек. Тут можно кукухой поехать от самого вида многоэтажек. Помню как Виталик ещё в юности в этом посёлке однажды нашёл себе очередную бабу. А через два месяца, когда дела дошли до близости, оказалось что это не баба, а просто мужик с длинными волосами. А я Виталику сразу говорил, что очень странно что у твоей девушки борода растёт, а он постоянно только и толдычил что типа это у неё гормональный сбой. И остальное у неё видимо тоже выросло из-за гормонального сбоя. Виталик потом ушёл в запой на месяц. Ему впервые в жизни разбили сердце. Здрасте, здрасте, вы случайно мяукающую корову неебали? Тьфу, я хотел сказать не видали. Мужик, отоспись. Язык заплетается и ещё какую-то ахинею говорит. Ладно, вижу шо мне в этом посёлке никто не рад. Наверное лучше из него уехать. Я один это слышал. Неужели это тот педофил из моего сна послал меня нахуй? Наверное я ещё не отошёл от вчерашнего вечера. А деда Афанасе самогон крепкий оказался. Сейчас направляемся в Орламовку. Ой, Роман звонит. Здарова, что ты хотел? Роман, ты в порядке? Я не могу понять ни одно твоё слово. Ай, зуга, зуга, хай, зиксаса, цшатуша, жбрасупцшерцт грячцах. Марса бисаписа слюнка бсасосу. Не, Ромчик. Я тебе вечером наверное перезвоню. Пока. Свят, свят, свят. У Романа Буды не всё дома сегодня. Я только понял что какая-то слюнка писаписа и хайзик. Как связать всё это в одну кучу? Не понимаю. Короче, катаясь по деревням. Все коровы будто испарились. Бред какой-то. Одна бабка по дороге сказала, что корова где-то здесь. Апача, а вот и тёлка стоит. Может это та самая мяукающая корова. А ну-ка скажи мяу-мяу. Голи-бал блять! Мама миа. Это я в голове услышал или корова реально меня послала. Наверное это из-за алкоголя. Но я лучше перетрахаюсь. Тьфу. Вернее переставь хуй. Да ё-моё. У меня руки дрожат и язык поэтому не могу сказать правильно. Я имею в виду что лучше перестрахуюсь. А то мало ли что эта корова ещё сделает. Могу лишь сказать, что она точно не мяукает. Эта корова очень грозно ругается матом. Кто мне там опять звонит? Мама. Ну ладно. Привет мам. Что-то случилось? Привет дорогой мой. Я сейчас в гостях у тюти Арины. Решила ей показывать твои детские головы фото. Мама. Зачем? Не показывай той идиотке мои фотки. Она в молодости сидела за педофилию. Ты вообще в своём уме? Ну тётя Арина сама попросила. А зачем не знаю. Я знаю что она сидела 10 лет за педофилию. Но это было очень давно в 80-х. Тогда я сидела за педофилию. Что? Ты сидела за педофилию в 80-х? Почему я это не знал? Господи. Мам. Я в шоке. Да шучу я. В общем по сути. Я тебе не для этого звонила. Тётя Арина посмотрела твои детские головы фото. И ей стало интересно посмотреть на твои головы фото в зрелом возрасте. Когда домой приедешь, сделаешь несколько головы фото и отошлёшь мне по телеграмму. Хорошо. Что? Мама. Ты в своём уме? Та старая извращенка хочет бесплатное порно что ли? Я согласен только за деньги. Талантно тебе. Шучу с первым апреля. Первое апреля. Мама, сегодня 19 января. Какое в жопе первое апреля. Реально. Ой, прости тогда, что-то я переборщила с вином с сотрудницами на работе похожей. Давай, пока. Пока. Ничего не пойму. Роман два слова связать не может. Мама несёт чушь, а потом путается в месяцах. У всех зимнее обострение или что? Ой, я что, опять к этой корове приехал. Как говорится, все дороги ведут к одной тёлке. Ладно, может в этот раз она замелкает. Шо-то в этот раз она меня даже не посылает. Матом не поливает. Может это уже другая корова. Олё, собор. Чёрт. Ничего себе тёлка, меня ударной волной на чей-то уличный туалет откинуло. Я в шоке. Ой, у меня же там машина была. Мама миа, машина наверное вообще улетела в соседнюю деревню.